Петрозаводский зооволонтёр Людмила отлавливала очередной бездомный выводок котят, когда увидела крупного и очень печального кота на улице. Он имел весьма плачевный и больной вид, поэтому девушка не смогла пройти мимо бедняги. Так он стал её подопечным и получил кличку Зевс. За время своих скитаний Зевс умудрился заработать огромное количество болячек и проблем. Ветеринары назначили коту длительное и дорогостоящее лечение, а Людмила поселила его у себя дома на передержке. Зевсу было непросто постоянно сидеть в клеточке, потому Людмила регулярно выпускала его погулять. К сожалению, другие коты в доме девушки относились к Зевсу не слишком доброжелательно, потому его прогулки были ограничены по времени. Вскоре порядком окрепшего, но всё ещё больного котика удалось перевести на более спокойную передержку. Там Зевс подружился с котёнком и показал свою натуру очень ласковую и нежную. Шло время, а звонков по крупному и молодому Зевсу так и не было. Возможно, потенциальных хозяев пугал его суровый вид или не до конца долеченные болезни. А может, Зевс просто ждал тех, кто станет ему по-настоящему близок? Фото Зевса в социальных сетях заметила девушка из другой страны. Она приняла решение подарить ему дом. Вскоре котея уже загружали в машину, а Людмила с надеждой в душе прощалась со своим подопечным. Зевс пришёл со своей хозяйки по душе, как и она ему. Эти двое быстро полюбили друг друга и теперь счастливы познавать этот мир вместе. Чего ещё можно было желать для обаятельного Зевса?